Есть средства крем под подгузник, есть присыпка, есть какой-то увлажняющий крем, есть масло, есть крем защитный от непогоды. Что, в каких случаях нужно использовать? А давайте мы сейчас просто с вами разберем особенность и в каких случаях какую косметику правильно и хорошо используем. Вот здесь на слайде мы с вами видим крем под подгузник, крем увлажняющий, молочко, масло для новорожденного, присыпка и крем от непогоды. Если мы посмотрим на то, что собой представляет то либо иное средство, то мы с вами увидим, что, например, крем под подгузник и крем от непогоды – это обратная эмульсия. Что это означает? Обратная эмульсия, его еще называют вода в масле, основная его функция – это создание защитной пленки. И если мы его возьмем, сейчас я постараюсь выназначить, вот, к примеру, крем от непогоды, либо крем под подгузник, они будут достаточно тяжело выдавливаться, потому что они представляют с собой вот эту защитную обратную эмульсию. Он будет очень густой по текстуре, да, то есть вот мы видим, он достаточно густой по текстуре, и когда мы его наносим на кожу, то он создает защитную пленку. Это касается крема под подгузник, это касается и защитного крема от непогоды. Когда мы выбираем крем от подгузник, мы можем обратить внимание, что есть крем с цинком и есть крем без цинка. В каких случаях что использовать? Если у малыша есть опрелости, да, если есть мокнуте, то в этом случае цинк оказывает подсушивающий эффект. То есть если у малыша есть склонность к опрелости, либо уже есть опрелости и мокнуте, мы выбираем крем с цинком. Если мы используем в большей степени как защиту для того, чтобы они не появились, то это может быть крем под подгузник без цинка, да. Увлажняющий крем, с другой стороны, да, детский увлажняющий крем, это уже прямая эмульсия, и основная его функция – это защита, да, он более жидкий, он легче наносится, он легче растирается, да. Это масло в воде, да, эмульсия прямая. Сейчас я вам покажу, да. Вот это более жидкий крем, да. Вот. Он легче наносится и не создает такую пленку, и как раз его особенность – это то, что он хорошо впитывается, хорошо и быстро впитывается. Вот на это тоже обращаем внимание. Что касается остальных средств, к примеру, та же присыпка, она может использоваться в тех же ситуациях, когда используется крем под подгузник с цинком. То есть это в случаях, когда нам нужно подсушить, да. То есть есть такое правило. Если кожа влажная, да, кожа смокнутая, то ее подсушиваем. А если кожа сухая, то наша задача – ее увлажнять. И вот как раз подсушивающим эффектом обладает крем под подгузник с цинком и присыпка. А увлажняющим эффектом, в свою очередь, обладает увлажняющий крем. Очко, да. Тоже прямая эмульсия. Его просто удобнее наносить. Жидкая стружитная структура, да, имеет. И особенно отдельно стоит масло. Что касается масла, да, оно оказывает хороший увлажняющий эффект, но особенность в том, что оно может закупоривать поры. И поэтому рекомендация такова, что масло мы наносим на складочки, да. На складочки малыша. То есть не мажем все тельце малыша, да, особенно если кожечка сухая, шелушится. А некоторые мамы вот любят намазать масло. Как раз это не рекомендуется для ежедневной, каждодневной гигиены. Для ежедневной, каждодневной гигиены лучше использовать молочко, да, в этих случаях. Либо это может быть увлажняющий крем. Масло лучше под, лучше в складочке. Ну и вот основные воздействия, о которых я говорила. Под подгузник защитная пленка, крем от непогоды защитная пленка. Это увлажнение у крема увлажняющего и у молочка. Масло устраняет сухость, но оказывает эффект закупорки пор. Итак, применяем. Крем под подгузник для защиты от раздражающего действия мочи и кала. Если есть опрелость и мухность, то тогда обязательно с цинком. Крем увлажняющий. При сухости можно на всю поверхность тела. Да, молочко тоже на всю поверхность тела. Удобно наносить. Масло для устранения сухости в складочке. Присыпочка при опрелости для подсушивания. Под подгузник в складке тоже можно присыпать. И крем от непогоды, да, особенность, это защитная пленка. Но наносим мы ее, его за 20 минут до выхода на улицу. Тоже важный момент, об этом не забываем.